доброго времени суток мои дорогие звездочки и это пилотная выпуска нашей с rose glimmer новой рубрики она называется шипер и детектив в этой рубрике мы будем разбирать разные шипы и говорить канонны ли они или нет именно по нашим теориям вы можете в них не верить это личное наше мнение и как мы считаем и лично наши теории и потом что-то дописывать и говорить то что в мол вы не правы это наше личное мнение и так считаем мы да и плюсом это всего лишь теория и в первой серии мы решили разобрать шип крем потому что мы о нем знаем очень много но не очень так много но больше чем про остальные шипы яси ну я сидела ночами и летом ночами и просто искала информацию эта рубрика должна была выйти еще летом но мы про нее ну мы про нее не забыли но просто нам было не лень как бы просто мы уже были не так сильно ездить заинтересованы потому что мы самую первую серию не сделали мы побоялись ну ну может быть роуз и не побоялась но я побоялась то что меня за мое мнение могут осудить и как и так далее это что как бы мы и так еще много ничего не узнали об этом шипе мол да мы что-то узнали но не так много но сейчас мы я могу уже с уверенностью обо всем рассказать о моем мнении и как я думаю и сказать канон или этот шип или нет что же давайте я вам сначала расскажу почему именно мне нравится этот шип многие не знали хотя возможно многие уже и знали то что это мой самый любимый шип для меня это просто вах конфетка как идеально мне нравится то как бы то что этот шип не сделано отвали как бы над ним постарались история тоже написано хорошо и так далее как бы он не сделано отвали тут присутствует сохранение канонов личности персонажей чего в моем видео нету но в истории он она есть и это прикольно как бы вот за это я очень сильно его люблю да и тем более сам шип выглядит очень мило согласитесь конечно многим он может не нравится я за это не осуждаю но для меня он идеально а давайте теперь начнем разбирать почему этот шип может быть каноном ну во первых вот этот наш всеми любимый упоротый комикс был нарисован джеки создателем кросса а вот этот наш всеми любимый милый долгий комикс по криму был нарисован джоку создателем джоку создателем дрима и найта ну как бы тут уже и так можно понять то что этот шип канонный но это не точно давайте теперь возьмем детей вот это вот маленькая милая булочка с корицей по имени файт был создан и нарисован джоку еще раз повторяюсь создателем дрима и найта вот это вот большая булочка с корицей точно не знаю кем было создано но нарисован джеки создателя кросса и вообще икс тейлы как бы это можно легко посудить по рисовке люкс была создана джеки но я не понял я не знаю что там произошло но джеки отдала люкс какой-то девочке люкс выглядит вот так но не джеки не эта девочка не против чтобы мы считали до сих пор люкс дочерью кросса и дрима как я поняла крим раньше был каноном но сейчас он уже не канон это можно понять по тому что создатели уже не рисуют этот суп и так далее ни о чем о нем не говорят о том что мне писали я не знаю ну потом его покажу что мне писали в комментариях уже можно понять шип крим будет каноном к пожеланию если вы хотите считать что крим канон то я вас он канон если вы хотите считать его канонным он будет канонным если вы не хотите считать его каноном для вас они канон он не будет каноном к вашему пожеланию как хотите так и считаете это можно проверить тем фактом то что джеки не против чтобы мы считали люкс дочерью дрима и кросса Что нас подвигло на то, чтобы мы открыли эту рубрику? После того, как я выложила этот пост еще летом, мне начали писать комментарии, мол, что Джеки просила не шиперить кросса и дрима, и там понеслась всякая жопа. И вот после этого я начала искать информацию, и мы все начали обсуждать с Роуз Гриллер. После этого она предложила открыть эту рубрику, что мы и сделали. Что мы имеем в итоге? Шип Крим можно считать каноном, это по вашему пожеланию, как вы хотите, так и будет. Если лично для вас шип Крим канон, то вы можете считать его каноном. Если вы не шиперите, и вы его не любите, и вы не считаете его каноном, для вас он не будет каноном. Можете считать его не каноном, шипом. Вот что мы имеем. И запомните, ребята, это всего лишь теория, и мое мнение насчет этого. Я рассказала вам то, что думаю я. И еще раз говорю, не надо мне писать, типа, мол, то, что я не права, и показывать еще мне другие факты. Не нужно этого делать. Я даже насчет этого комментарии читать не буду. Обычно я все комментарии читаю, но насчет этого комментарии я читать не буду. Считаю и так я. Надеюсь, вы прислушаетесь к моему мнению и не будете меня за это осуждать. И помните, это всего лишь пилотная серия. Если вам не понравилась эта рубрика, то ее больше не будет. Если вам она понравилась, и вы захотите еще серий, они будут. Ну а что ж, на этом все. Всем пока-пока, мои звездочки. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok